Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 13 августа, время почти 3 часа дня, и температура с бортом 22 градуса тепла, но тем не менее очень-очень тепло в Лондоне, солнечно. Ну а сейчас я бы хотела вас ознакомить с моими собственными размышлениями по поводу происходящего в Африке. По-прежнему битва за Африку продолжается. И называется эта тема «Золото Акры». Кто помнит золото Акры? Кому достанется золото Акры? Итак, дальше мы с вами начнем с заявления Каменике, которое было озвучено буквально вчера, 12 числа, значит, председателем Африканского Союза. Действительно, совпадающие источники свидетельствуют о тревожном ухудшении условий, в которых содержится президент Найджера. Мохаммад призвал военные власти в срочном порядке прекратить эскалацию отношений с региональной организацией ЭКОВАЗ, включая прекращение продолжающегося секвестра, ну, то есть задержания под стражей, президента Базума, вызывающих тревогу в плохих условиях. Он подчеркнул, что такое обращение с демократически избранным президентом в рамках регулярного избирательного процесса неприемлемо. Вот это вот то, что он сказал. Также он здесь сказал в заключении. Это здесь в коммунике содержится, но в статье не было указано. «The chairperson calls on the entire international community to unite efforts to save the moral and physical integrity of president Mohamed Bazum». Это, значит, было напечатано 11 августа 23 года в Адис-Абебе. И называется статья «The chairperson of the African Union Commission» Мусафа Кибаз Махамад. Значит, он это все озвучил 11 числа. И должно было состояться 12 числа в Акре, должна была состояться встреча вот этого вот ЭКОВАЗа. ЭКОВАЗ – это что такое? Economic Community of West African States. Вот, значит, и они хотели… Называлось «Anticonstitutional Change in Niger». Вот, значит, что должно было состояться 12 числа. То есть вчера, ну, было объявлено, что по техническим причинам это заседание ЭКОВАЗа не состоялось в Акре. Вот, по техническим причинам. Ну, кстати, интересно то, что в Каменнике, который они просто, значит, выдвинули, это Каменнике без личной встречи и дальше, чтобы было. Но там в статье это не говорится, а в самом Каменнике говорится, что предлагал Африканский Союз. «Their definition flies in the face of Nigerian law and the founding principles of the African Union and ECOWAS». Вот, пригрозили, что мы вам перекроем, как говорится, газ. Привет от ЭКОВАЗ. И, кстати, так оно и было. Сегодня уже ЕС и не знаю кто объявили о том, что они введут санкции против Найджира. Значит, тут надо что еще? Я уже сказала, как называется Economic Community of the West African States. ЭКОВАЗ – это все, значит, западные… Африканские страны, вокруг бухты Золотой Рог. И, пожалуй, что здесь нужно сказать вот что. Буквально накануне выступил президент Ганы. Красавчик. Я его как-то тут рассказывала о нем, какой он красавчик. Он такой весь из себя продвинутый, демократичный. Он выступал на парламенте, в парламенте этой, а африканском… Видимо, у них есть свой африканский парламент, естественно, объединенный. Значит, и они там разговаривали. И он такой, очень такой, знаете, харизматичный. Всем он нравится, все его обожают в Африке, которые считают, что Африку надо сделать снова великой. И он говорил, что наше присутствие, хоть в ООН, хоть особенно на G20 в составе 54 разномонетных стран – это глупость какая-то. Нас пригласят, там, кормить, там, это все, а потом подписывать. И, в общем, мы должны выдвигать как минимум, ну, несколько, а лучше одного представителя от всего, так сказать, ну, что называется, президента выбрать. Выбрать короля королей Африки. Как это произошло с товарищем Каддафи, к несчастью для него, потому что он повелся, что называется, на их льстивые вот эти вот. Так вот, значит, я так понимаю, что он имел в виду себя конкретно, что его лично, его лично должны выбрать королем королей Африки, наверное. Потому что многие люди оказались очень сильно разочарованы в связи с вот этой ситуацией в Найджерии. Потому что он вдруг выступил резко и сказал, что мы обязаны провести интервенцию. Он был за интервенцию. Он сказал, что это демократический выбранный президент. Это, несмотря на то, что люди намекали, что там такое дело было в 20-м году, между прочим. Вот, когда наблюдатели вряд ли могли приехать, все сидели дома по полкам, что называется, в намордниках. Вот, и значит, что у нас в Африке, сказал он в своей речи, я слушала эту речь, у нас в Африке сейчас все очень демократично. У нас только демократические выборы. И поэтому вот это, что произошло сейчас в Найджерии, это исключение из всех правил. Он почему-то не назвал ни Мали, ни Буркинофасо, но, короче говоря, значит, выступил как-то так неоднозначно. Многие люди его не поняли в Африке. Они такие же простодушные люди, такие же, как и мы. Они послушали, ушами все время хлопают. И они, когда это услышали, они не стали анализировать причин, по которым он выступил так резко против этой хунты в Ниджере. А они сказали, мы так разочаровались с ним, как это он, что это он так вот себе, а что это, а что это вы тут делаете? Ну, в общем, и, короче, вот так. А теперь переходим к теме золота Акры. В связи с вот этим вот президентом, который сейчас, сказано, находится на грани гибели, потому что ему не дают ни воды, ни еды, вот эти хунтисты, злобные, что он содержится в подвале вместе со своей семьей. Вот. Ну, говорят, что у него там есть всякая связь даже. Ну, в общем, короче, все сегодня озаботились. И хутерыш, и другие. И сказали, что, ну что, хунта отдайте. Но, к сожалению, хунту никто не сказал, что мы будем ее бомбить. А вы помните, обычно, как происходило же, вот как там происходило? We come, we saw, he died. Если кто помнит, это про товарища Каддафи. А также надо здесь упомнить, что Найджир граничит с Ливией. На севере, так же, как и с Алжиром. Он граничит со многими странами, но в том числе он граничит с Ливией. Вот. Дайте я угадаю, куда пытался сбежать Каддафи, когда уже его там полностью разбомбили. И, между прочим, никто не задумывался о том, что вся его семья, там, внучка у него погибла, когда бомбили его дворец. Вот. Что семья вся его будет страдать. Ну, как-то об этом никто не горевал в этом мире. Как-то избирательно у нас любят всяких разных лидеров. Значит, когда готовился этот материал, пришло вот это сообщение, что из Ганы, что по техническим причинам не состоялось заседание 12-го числа. И всего лишь вот это вышло только коммунике, о котором я вам говорила. Ни о чем. Коммунике такое за все хорошее, против всего плохого. Но надо сказать, что не прямо, не прямо, но глава Африканского союза назвал в ряду зачинщиков этого переворота Россию. Что это в интересах России? Зато секретарь, птица-секретарь ООН, товарищ Гутерреш, прямо назвал Вагнера как дестабилизатора обстановки на континенте. Вот, справка. Вагнер действительно тренировал армию Ниджера с 19-го года. Это официально. Также выборы прошли, как я сказала, в 20-м году, когда большая часть мира, 90% сидели, как говорится, в намордниках у себя под запором, поэтому, значит, приехать наблюдатели туда не могли. А как уже оно там проходило, бог его знает. Значит, Россия закупает 10% урана, у Найджера, вот, ну и, естественно, что это для того, они закупают, у своего им хватает, они закупают для вот этих вот атомных всяких Акакуй, Макакуй, которые они строят по всему другому миру и которые ближе к Африке, там это та же самая Турция, возможно, оттуда и везут. Значит, правительство Мали официально призвало Вагнера на свою территорию и выбросило Францию. Буркино-Фасо также готовила комсостав в российских академиях. Но для чего? И последнее. Нигер граничит с Алжиром и Ливией на севере. Из Нигерии тянули наземный газопровод, а Нигерия находится на юге, тянули наземную проводную, газопроводную трубу до Алжира. И это было дешево, потому что не надо было зарывать никуда в землю и в воде топить. А вот про Ливию мы будем говорить, наверное, подробнее позже, не сейчас. Но про Каддафи стоит с его золотым динаром и с тем, что все остальное, где сейчас его семья. Наверное, не сейчас, когда это будет, я не знаю. Он предлагал не только золотой динар в 2010 году, но он же также и водопровод предлагал, водопроводную трубу провести от Ливии до самого, что называется, как говорится, вот это вот, не знаю чего, пустыня Калахари. И таким образом сделать Африку золотой. Это цветущий сад. В 2010 году... Что было? В 2010 году вот это вот все дело намечалось, я имею в виду, когда хотели вести золотой динар. На встрече 20-ки это был разговор. Струскан предлагал. В 2011 году началась арабская весна. Именно в этих странах Африки она началась, на севере Африки она началась, значит, с Туниса, кто помнит, с Туниса, с Туниса, и так далее, и так далее. И потом уже перекинулась на Египет и Сирию, а началось все с Туниса. За то, что у них хлеба не было. В 2013 году в декабре на континенте появилась Эбола. Соответственно, она появилась так. В Сьерра-Леоне под патронатом Британии, в Либерии под патронатом США и в Гвинее под патронатом Франции. Значит, в Гвинее она началась в декабре 2014 года и до декабря 2015 года от нее избавились. Несколько случаев было в Мали. Я отдельно буду об этом рассказывать, но я хочу сказать, что вы должны обратить на это внимание. С этой самой Эболой разбирались именно вот эти три страны в трех разных странах. Вот. Значит, дальше. Значит, президент Ганны вызвал огонь на себя, заявляя, вот это то, что я сказала, что, мол, типа, немедленно поставьте в зад президента и хунте нет. Я хочу заметить, что президент Ганны не поехал на Петербургский экономический форум, мотивируя это тем, что у него там какая-то была стрельба, несколько людей погибло, всеобщий был у него, конечно, траур, естественно, и он этим мотивировал. И тогда меня это насторожило уже. Вот это вот. Кому это мешало? Я не знаю, кто поехал от этой страны, потому что там было 17 президентов или премьеров, но также были представители там, знаете, такие на уровне послов и так далее. То есть, довольно серьезно Африка была представлена в этом году на, значит, этом Петербургском экономическом форуме, потому что там не только вот Африка была, там много чего было, да. Значит, теперь конкретно про Акру. Акра – это столица Ганы. От слова анкран, анкран, муравьи. Значит, проживает 2 миллиона 291 352 человека на момент 12-го года. Это агломерация, в которой проживает 4 миллиона человек. Назвается Большая Акра. 11-й по величине мегаполис Африки. Город был столицей Британского Золотого берега с 1877 по 1957 по 1957 год. В 19-м веке это был пригород, назывался он Виктория-Бург, в честь королевы Виктории. А потом уже его переименовали в Акру. С 2010-го года Акра называется гамма-минус-город. То есть глобальный город. Это глобальный город, это важный элемент мировой экономической системы. Значит, он оказывает влияние на политику, экономику, культуру всего мира. А теперь возвращаю вас к заявлению президента Ганны и к его вот этой активности и к тому, что он такой красавчик, он действительно физически очень красивый, очень красноречивый, с такой у него чувство юмора, очень богатый. С 2010-го года это он президент страны, ну, он президент страны и не с 2010-го года, конечно, он недавно, в 2011-го, по-моему, его избрали. Но, значит, это глобальный город у него во владениях. Значит, это важно в том свете, что именно в 2010-м году в Лондон перебрался Билл Гейтс со своим Global Health. Значит, и в РСМ он конкретно перебрался. И туда стали толпами останавливаться чернокожие товарищи. Это я вам могу засвидетельствовать. Обама был переизбран президентом США. Папа его якобы был из Ганы. В 2012-м году, да, в 2011-м году произошла Арабская Весна. Я не упоминала. В 2012-м году съезд эпидемиологов всего мира состоялся в Лондоне. Обсуждалась некая вакцина, которую изобрели в 2005-м году. А в 2007-м году я лично видела, лицезрела жену Тони Блэра, которая как раз в 2007-м году проводила именно такой саммит для африканских стран. Ну и в 2009-м году начался ремонт в этом самом РСМ, о котором я уже много чего рассказала в своей книге. Я это расследование проводила. Соответствовал ли этот ремонт, был ли этот ремонт как-то сопряжен с тем, что произошло позже, или это было для отвода глаз, или это был несчастный случай, это я ничего не знаю. Теперь дальше возвращаемся к Акре. Акра основана в 15-м веке, получила статус центра работорговли с европейцами. в 17-м веке португальцы, шведы, голландцы, французы, англичане и датчане построили свои крепости в городе, лучше сказать, вдоль побережья, он тянется, этот город, он такой в длину, да, и вглубь он потом тянется. И вот они это все настроили, тут крепостей и вплоть до отмены работорговли в 1807 году. Это было процветающий бизнес. Торговля, помните, я вам сказала, что Акра переводится как муравьи, черные муравьи. Черные муравьи, это считается тотем, это племени, которая там проживала, Акра, они говорили что-то такое в этом роде, но тут его взяли, перевели, и получилось, что они были, как говорится, согласны, что они такие, знаете, черные, золотоносные муравьи, они не зут и не зут, кто сеют, пашут, кто-то трутень, и матка у них была одна, матка была у них одна, Британия, 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 колония Британии с 1873 года, с 1873 года, это была колония Британии официально главным тогда, потому что, что же, уже 70 лет, как отменили рабство, да, и главное стало какао, 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 до 1928 года, с 1873 до 1928, то есть, больше 50 лет, процветала торговля какао в Акре, значит, там проживает, я вам сказала, в Большой Акре больше 4 миллионов человек, значит, поскольку город был более такой, знаете, заселен очень мощно, там в 1908 году произошла вспышка бубонной чумы, вот, и после того, как ее побороли, значит, решили этот город расселить вширь, оставить центр Акры, такой он сейчас очень красивый, промышленный такой, ему многие города могут позавидовать, какой он красивый, многоэтажки там всякие разные, и так далее, небоскребы, а вот это основное население отселить за черту, что называется, оседлости, и теперь, значит, на окраинах мы можем наблюдать трущобы, где большинство населения и процветает, что называется, в трущобах, ну, а в центре, в центре, что, центры, вот это вот, нулевой город, так сказать, международного масштаба, значит, 99,9% чернокожие проживают в большой Акре, и также там проживает 2000 человек, это потомки иммигрантов из Ливана и Сирии. Дайте я угадаю, дайте я угадаю, какая у них национальность. Кстати, эти самые иммигранты, 2000 человек, играют важную роль в экономике города, естественно. Значит, последние годы быстрыми темпами растет китайская община, 56% жителей Акры моложе 24 лет. И это одна из главных причин, почему идет битва за Африку. В Африке не только всевозможные разные золота и всякое такое, нефть и уран, и все. Я потом это перечислю в другом посте, который будет посвящен Конго, Заир. А здесь важно отметить то, что здесь продолжается, конечно, и дешевая рабочая сила, о чем мы тоже будем говорить. Единственное, что я бы хотела здесь вот что сказать, немножечко так вам мыслительный процесс. Значит, рабство было отменено в 1800-1807 году. А в каком году было отменено крепостное право в Российской империи? Кто помнит? Я хорошо помню. Я даже помню, но мы об этом возможно будем говорить. Но я хочу ваше внимание обратить на другой вопрос. Многие люди понимают слово slaves, slavery. Они понимают это как бы вот так вот, что это относится к чернокожим товарищам. А как вы понимаете слово славяне? Славяне. Некоторые тоже так не понимают. Я себя просто так себе подозреваю, что когда королева Виктория, ну и не она конечно одна, вот это особенно португальцы. Кто знает про португальцев, тот, как говорится, в цирк не ходит вообще, потому что как португальцы пробивали себе путь в Индию вдоль берегов Африки, то это конечно вообще песня. Кто хочет могу рассказать, но не сейчас. Так если бы я была на месте вот этих ребят, которые бурно торговали муравьями черными, но были наверное еще и как говорится белые муравьи. вот. И то есть я бы так вот отнеслась к этому, что освобождение от полуколониальной системы началось с Европы. Вот. А наши братья в Африке они должны понимать, что мы, как говорится, на их стороне. Ну и если честно, им это кажется более или может хуже наоборот. Не так больно, как нам. Потому что мы когда-то жили в другой стране, о которой Старик Атабыч говорил, что с ней соседствует неизвестная страна, в которой проживают одни только пляшевые люди. А у них вот, кстати, золотоносные муравьи величиной с большою собаку. Ну а пока пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова